ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда он услышал этого мужчина, в танцы спустился в голову, Столкнулся с женщиной, и она с самой красивой девушкой. И вот не в себя, она взорвалась после этого. Вот они жили, а она из Абадзеха. И получается, что Абадзехи жили за Хридом. И однажды пришли Абадзехи к ним, гости, братья. Ну и она им сделала намолыну. Они так помочили усы и не летят. Потом, говорит, она узнала, что Абадзехи не знали, что такое кукуруза. Они просто. Единственное, когда она поменяла Абадзехи, они стали кушать. Ну и все. Расслабились, приняли ее. Но сам факт, что показывает, что реже уже кукуруза, там еще просто. Ну и потом в Дону культуры ПСБ, руководитель танцевальных курсов. А дальше вот, вот этот дом. Здесь преподает. Центр культуры. Здесь в СБ очень интересно устроена. Знаете, как бы здесь школа, большая достаточно, кстати. И центр этот. И вот, по сути, это центр всего ула. И это, на самом деле, очень распространенное явление во всех аулах практически. То есть Дом культуры это центр всего. То есть люди туда приезжают. Там и танцы, там у них развлечения разного рода. И обучение, и язык. Все там происходит. Такое универсальное место для развлечения и обучения. Но при этом я заметил, что нет какого-то отторжения в молодежи. Они тогда наоборот ругаются. Хочется танцевать и хочется вот это учить. Ну, танцы еще, особенно для девочек, это же социализация. То есть это способ познакомиться до сих пор на каких-то мероприятиях. Девочки учатся до замужества. После замужества уже, конечно, нельзя. Хотя я слышал один лайфхак. Одна девочка вышла замуж за Абхазов. А у них можно. Вот и танцы, да, эти все. Но с удовольствием учатся. Вот, например, в Малом Псевышко. Там у нее время даже до того доходит, что музыкантов не хватает каких-то, допустим. И они по скайпу связываются. Человек наигрывает. Потому что должна быть живая музыка. И они, ну, традиционность подтверждают. И ребята, допустим, учатся где-то в городе. Студент. Все, по выходным старается приехать. Чтобы потанцевать. Чтобы пообщаться. И очень разные. И вот как раз девочка с Малом Псевышко. Из малой группы танцевали. У них необычно именно этот фиолетовый цвет. Они как-то избрали. Ага. И ребята в таком... Черном. Такой. У них оттенок тут нет на фотографии. Ну, такой размытый, красновато-бордовый. Ну, такой очень высветленный цвет. Примерно как сверкла. Вот. Вот типажей. Я почему портреты. Да? Портреты. Ну, допустим, вот Хасана Лава. Если взять. Глаза посмотрим. Ну, такой типаж. Ну, в принципе. Глаза, да? Такие серо-грубые. Вот. Совсем другой типаж. Да? То есть это... Ну, вот. Всегда я подчеркиваю, что ты будешь идти по улице, и ты не скажешь. Вот. Вот черкеса. Да? Для многих в России это такое непонятное явление. Они думают, что вот как-то вот можно определить, что они какие-то такие низенькие, темненькие люди. Ну, я говорю, что типаж черкесы европейский. Блин. И, естественно, вы вот так вот встретитесь будете, и общаться не поймешь. Немножечко многих... Вот тут из Дагея люди приезжают. У них многих, особенно старшее поколение, русские лучше, чем русские. Да? Митературные общились. Вот девочка вообще... Да? Европейская вообще. Да? Не скажешь что-то. Вот эти стереотипы каркасских есть таких, они распространенные. И я вот этим портретом хотели сказать, что это не так не надо стереотипно думать о людях. Вот так. Ну и сам факт, что Дагея люди разные, да? Все-таки как разнообразие есть определенное. В ауле, по-моему, коллеж, да, мне встречалась девочка там одна, ну, в общем там, это мужчина, из которой очень много собирают информации. Местный такой, как сказать, джигуака, что ли. Ну, то есть он прям по родовым фамилиям, по историям, их все собирают. Все. Ну, типа да, короведа, да, вот он-то по нему знает хорошо. И вот он, у него девочка родилась, когда мы уже были, да, под пятьдесят. Ну, поздно, да, поздно. Да, поздно, да. И он приехал как-то с нее, да, девочке три годика. И смотри, ну, она как бы... Я бы сказал, что она может быть латвийка. Какая-нибудь. Чистая правда. Она просто блондинка, как бы богатая. Да, я говорю. Точно? Батвийский. Ну, вот, ребята, это Лазаревский центр. Там как бы, вот есть Туапсинский район, там в каждом доме культуры своя группа, они там сами занимаются, как бы соревнуются. А Лазаревский район чем отличен? Там домов культуры нет, в основном. Там, как бы, в самом Лазаревском большой центр, куда они из Саула съезжаются и занимаются. Естественно, он более масштабный, он там, конечно, серьезный, там международные соревнования постоянно был. И ребят очень много, вот, вот эти вот парни, допустим, танцевали как раз это 5 или 4 ноября. Ну, в общем, что-то с праздником связано. День России тогда был. Да, День России как раз они выступали. Нас тогда тоже встретили, что здесь, что здесь очень удивительно. Я не ожидал. Как бы, в Малом Псевышко мне не было контактов. И я, когда ехал туда, ну, просто там, щелкал пока природу, снимал и думал, с кем-нибудь там выступиться. И вот у Дома культуры мы начали снимать там памятник Великой Отечественной войны. Ну, нужно было для архивов там сделать. И как бы люди вышли из Дома культуры, спросили. Тогда еще вот эта напряженка была с Керчью. И они пригласили. Узнали, что ли? Пригласили нас. Мы договорились встретиться на следующий день. А потом, когда приехали, ну, я как думал, что зайдем? Там люди, там, со столом сидят, чай пьют. Мы сейчас поговорим с кем-нибудь, с местом. Вот. И, как бы, я обвешанный вот сумками всем. Заходил в двери. А тут открываю. А там люди с первыми, ну, вот, ребятами с бочками, там. Совсем музыка играет. Они встречают. И я даже, вот, ломить этот пирожок не могу. Вот. Вот. Здесь произошло то же самое, но более масштабно. Ну, центр Лазаревка. Вот. Там мероприятие, через полчаса им выступать. Они говорят, ну, пойдем там сбоку в ход у нас там. Зайдете, родичьи оставить. И тут уже я зашел, а надо, например, на улицу. Они выстрелились в ряды вот так огромные. И с хлебом с солью, и давай танцы танцевать. Вся полностью команда, там человек пятьдесят. С музыкантами. Ну, я, конечно, удивлен. Ну, факт. Так, дружелюбно встретили. Пообщались с ними. И вот я узнал, да, что у них очень много ребят. Даже из Кабарды, кстати, там есть ребята, которые приезжают. Там у кого-то жена оттуда. Или там родственники. Вот. Они постоянно выступают. И интересный момент. В Лазаревском районе еще хорошо сохранились старые обряды. Например, Хансеглаши, да, вот это книги «Лопата», так называем. Когда дождь вызывают. Ну, вас-то здесь. Дождь вызывают, да, когда вот ее носят, там убивают водой. У них это распространено. Чучело вот это. Чучело вот это. У них есть вариации. Допустим, в Лазаревском районе есть редкая вариация. Значит, берется сосуд какой-то и главного какого-то, ну, такого человека наиболее такого справедливого, порядочного отправляют в горы. Там есть перевал. Один. То есть на Абшаронске идти. Получается озеро Хуко, если слово можно назвать. Хуко это, ну, в такой выскаженной вариации, это типа Синдерфиле. Хуко. Значит, там он набирает воду, возвращается, и в речку ее должен, ну, соблюдая обрядов, выпустить. Бывает, в море выпускают. Бывает, там закрыто, просто положить в воду. Вот такие версии разные бывают. Но главное, что если нарушишь обряд, то будет что-то. Что? Да. И все, кого я спрашиваю, все говорят, знаете, вот скептически отношусь к новой работе. Я не знаю. Даже в советское время колхозники местные из русских озере колхозов просили в засуху у черкеса в ваулах повести обряд. Вот. Сам факт, что эта действующая штука в 2003-м, в 2013-м проводили этот обряд. И вот этот сосуд, ну да, там кто-то охраняет, стоит его, допустим, в одном варианте, а в другом просто вылили и все. Ну, смысл, почему так происходит, как они объясняют, что сын дельфина или сын моря? Сын моря больше. Больше сын моря, да. И отец моря посылает сыну слезы, как бы. И вот они как бы идут к озеру, проливаются дождем. Ну, как вот описывают, говорит, идешь в небо чисто, тут маленькая какая-то тучка внезапная. Он так выйдет из нее, как вылезет. Что, как, почему, непонятно. Ну, этот обряд, кстати, я даже в Дагестане описывал. То есть уже в Марлинске в 1825-м году. В художественной форме, вот, расслабываю. Как там, о Тарбея, или... Ну, в общем, у нее есть рассказ. Прям вот этот весь обряд. Только там он в горы идет, с ледника набирает. Как из камеры набирает. Следующая у нас, получается, картина. Тоже это Лазаревская страна. Ну, да. Ну, это просто для отметки. Вот здесь ребята были. Это вот девушки у них. Плак. Красота такие. Яркие. С поясом. Они вообще в Лазаревском центре очень стараются соблюдать именно такую, как оригинальность. То есть минимум вот этих всяких, типа, лезгинах, там, наложения всего этого. Оригинальный костюм вот они здесь делали. Девушки, он как раз-таки настоящий. Ребята тоже, в принципе, с Газарева. Ну, здесь я указывал вообще про Нарский эпос рассказывал обычно. Ну, уже Нарский эпос идыгский считается одним из самых оригинальных. Потому что устный. Потому что сохранил очень многое. И, конечно, его собирали в свое время. Потому что раньше этим занимались Джагуака, Барда. Да, которые, так скажем, ну, как и европейские барды были неприкосновенны во многом. То есть они, как говорится, ты себя не можешь похвалить, ты должен Джагуаков просить. Поэтому князья к нам обращались и многие аристократы. Ну, и князья многие получали от Джагуака. Потому что за свои поступки надо было отвечать и, честно говоря, получить не очень приятный отзыв. И они еще были такие неприкосновенные. Да, да. Потому что народ мог разрывать князей, даже если он вдруг нарушит жизнь Джагуака. Ну, вот эта тема исчезла. Но хорошо, пусть сохранили в книжках. Так вот все это есть. Здесь вот на этой фотографии интересная такая история получилась. Вот эта девочка с женщиной. Это дочка и жена вот как раз вот этого белого лебедя. Девочка тоже в национальном костюме. Не специально. Ну, подъехали сфотографироваться. И тоже так интересно получилось. Вот этот мужчина, старейшина в этом ауле. Он просто вот все это время, пока мы стояли разговаривали, он ходил так скромно, посмотрел на нас. Как бы не подходил, просто гулял туда. А потом вот девочку только увидел. Ни родственницы, ничего. Сразу же тут же появляется около нее, тут же с конфетами. То есть вот у них какая-то такая есть любовь к детям, стариков. И они видимо вот как-то вот прям выражаются. Они очень ярко, они заботятся очень хорошо, очень так сильно о них. Вот, а семья, да, вот она осталась там. Они познакомились с соседних аулов. И остались там жить вот с этими танцевальными делами. И у них, кстати, у шапсугов же какая проблема еще? Фамилий мало людей. Да, мама, да? И так по-хорошему, да, где-то, ну, пусть это будет сто, может быть, фамилий максимум. Ну, некоторые фамилии, допустим, двести-триста человек содержат. Это же Халахова. Очмизовы. Очмизовы хитрые. Очмизовы говорят, если ты не помнишь свои истории, то ты, наверное, очмизов. Ну, то есть ты записываешь кто угодно. Стать очмизовым. Безродные, какие-то беспамятные. А вот Шхалаховы, это самая же пространенная фамилия вообще в мире. У них есть свой день, когда они собираются. С Халяха, Шхалаха, вот это все эти версии. Ну, я знаю, что там больше обсудить. Двести-триста даже и фамилии собираются. Правда. Все на шестнадцать решили похоже. Видимо, да. Потому что я жена как-то уже не ничего. Вообще, самое главное даже не то, что сегодня. А главное потом. В идеале, если бы молодой человек, я все время забыл. Так вот, про фамилию. Проблема какая? Говорят, мы должны, прежде чем ты женишь с ними, хочешь замуж, нужно до седьмого колена знать своих. Обязательно. Тут еще даже не столько для того, чтобы просто себя как-то потешить, что ты знаешь. А именно практический момент. Чтобы не было пересечений. Правда? Да. Ну, бывают случаи, когда от Шхалахова на Шхалаховах, например. Но у них до седьмого нет ничего. Тут настолько обширная фамилия, что может быть очень далеко уходить. Вот, например, есть же еще шапсуги в Адыгее. Четыре ООО. Ну, сколько бы я ни спрашивал, у них одинаковые фамилии, но они очень мало друг с другом общаются. Никакого контакта с теми, с теми? Просто это как с любыми другими. Схоже, что с кабардинцами, что же то же самое. То есть для них это такие же далекие люди. Они по менталитету все-таки отличаются. Вот те Адыгеи прям вот. Те не выделяются как шапсуги уже. Как бы они не любили этот тямен, они уже адыгейцы. Потому что там уже все, вот эта кухня сварилась внутри Адыгеи. А эти как бы отличаются. И вот смотришь Ачмизов, Ачмиз, там, Шхалахов, Схаляха. Они разные. И все-таки вот их, как они разделились еще до Кавказской войны. Да, вот эти большие шапсуги и малые. И вот все-таки это повлияло сюда. Они как бы обрубились эти контакты. И что еще можно сказать здесь. Вот фамилии, да? Есть фамилии, которых нет уже. В там шапсуги, допустим. Но есть топонимические названия. Вот у меня был случай, когда этот глава бывший Леон Батхагапша рассказывал, что приезжали однажды люди из Турции. Ну, какие-то репатрианты какие-то. И мы, говорит, как-то шли. И он мне, говорит, какую-то фамилию назвал. Он говорит, мы таких, ну, не знаем. Он говорит, а вот... И места он начал перечислять. Он говорит, вот там вот Платон от Аула. Так называется. Ну, как фамилия. И его фамилия пропала. Он говорит, вот про это мне прадед рассказывал. Наш аул там стоял. Он говорит, вот вся фамилия оттуда вышла. А, ну, просто так получилось, они все ушли. И поэтому фамилия, это вообще интересная история. Но, к сожалению, по ним очень мало информации. Меня спрашивают часто. Ну, ты не знаешь, что это делать. И даже у тамга у каждого есть. Хочется многим тамгу, а тамги нет. Потому что бывало так, что... И она не сохранилась, а бывало так, что просто урод небольшой был. И у них просто скатание было так, чтобы тамгу свою займить. И, естественно, ну и нет. Да, то есть это не обязательно, что она у всех есть. По Хаджико только, да, еще раз отмечу. Что в Хаджико, это миксовый, миксовый такой. Там получилось, туда попали и абазины, и убыхи. И вот даже некоторые из стоапсинских называют эти, типа, эти... Абхазы. Ну, они, как бы, я это точно выяснял, они скорее имеют в виду, что там, не то, что они абхазского происхождения, а что они выселили, когда Кавказская она закончилась, и когда потом позволили вернуться, они, это хакучинцы, которые спустились вот туда, на Псахо, на Кудепсте. И, получается, ближе всего к Абхазии были они войны. Ну, вот они Ашатулы. Абхазы. А там такое, хакучинцы уже вот в конце войны там все бы перемешалось. В принципе, да. Что и Республика Адыгея, что и они, да, там все бы... Ну, как сейчас в Адыгее, допустим, там тоже вот так все. Да и везде сейчас, наверное, уже в Кабарнея. Вот. Здесь на следующей картине у нас такое живописное место. Это, если кто не был в Большой Кичмане. Да. Помню, было. 33 водопада вот туда вот ходит дорога. Вот это с точкой, где памятник стоит жертвам Кавказской войны. И, получается, вот эта самая живописная точка с этой стороны. Ну, понятно кто. Я думаю, все знают, что это такой Большой Кичмай. Это самый туристический город сегодня. Просто мека международная. Кстати, я вот был недавно. И они говорят, что заключили договор с туристической компанией в Сочи. В Израиле. Да, да, да. Вот, я помню. На 5 лет. И все израильские туристы их обязательно завозят, в том числе, в Большой Кичмай. Поэтому там уже даже на иврите надписи появляются. Ну, там туалет, там что-нибудь, там оценник. Как-то вот в Грузии был, там были туристы с Израиля. Они как-то, ну, не знают о чертесах. Хотя я у них спросил, ну, что вы можете отфоркать? Не все. То есть Израиль-то все-таки... Это же не маленькая совсем уж страна, да? То есть есть какие-то углы там? Да. Кто не пересекается? Нет. Я недавно общался с казаком израильским. Ну, там же в Израиле живет православный казак. Который постоянно ездит в Харкану. И у них там постоянно скачки совместные. Мы как-то нашли общий язык. И вот у нас есть интересы, там, наши дни занимаются. Какими-то еще, там, вот эти культурные вещи. Ну, нормально общаемся. Все хорошо. Вот. Ну, большой Кичмай еще и чем интересен. Да, это, как бы, туристический супер-аул, который начался благодаря одной простой причине. Ачмизов. Зорик Айса Ачмизов. Он первым в 90-е годы у него возникла идея расчистить водопады и поставить там точку. И я заметил очень простую тенденцию. В Кичмайе, но это не только, наверное, кичмайская тема, а не только чуркестная. Вот сделал сосед вот так. И я так сделаю. И вот по этому принципу все живут. И просто, там был пример, за ним начали. Ага, и я, мне так надо. И все-все-все в итоге весь аул, ты перна, туризм живут. А там, в других аулах, ну, не шлось такого человека. И все, и как-то никто и палец о палец не ударит, чтобы это сделать. Хотя можно, чайные плантации прекрасно. Там сколько еще семей живет, с этих, с Москвы там попереезжали, с Россией. Люди занимаются в районном хозяйстве. Говорят, проблем нет, у нас конфликтов нет, мы живем там. Даже если не на 33 водопада, все равно завозят, чтобы они там сын. Ну, там же вечерки еще, залы, где танцуют вот эти большие. Туда автобусы прям идут огромными партями, тысячи человек. Но сам факт, что даже при наличии конкуренции не вызывает конфликтов. Местных и его приезжих, допустим. Как-то они вот, ну, нормально. У них гибкость, вот эта черкесская гибкость междунациональная, она очень мощная. То есть, ну, приехал, ну, осваивался. Быть человеком нормально, ну, все. И плюс еще по подучайной плантации, да, там же девочка русская, но жена хуже. И они сейчас, я знаю, уже развились. Первое время у них было тяжело прям, минус прям. А сейчас они даже сами там уже почти не присутствуют. У них люди работают, местные все. Ну, студентов, школьников. Ну, школьников редко там, только как свои же с родителями обычно, если. А вот студенты, они все там у них работают. Но при этом, сами уже в Китай едут, опыта набираются уже, которые будут. Я вот знаю, что они на печальной плантации в Китай ездят, и все, что там делается, перед ними. Здесь еще момент. Эта же вся долина была заселена. Тут же, как бы, у Шапсуга уже как было устроено все. Ни аулы, ни скучно. То есть, как бы, это сказать, хуторками, как сейчас называют, да. Семейный дом старшего. Здесь с сыновья живут рядышком, там гостевая. И там сады. И потом, там, через, наверное, километры членующий дом. Вот это все сады и вождение. То есть, получается, растягивалась вот эта долина. То есть, она вся заселена была. Ну, и до самого верха. Вот. То есть, здесь-то уже все ограничивается. А здесь 33 водопада, и верхность лохового там все было заселена. И вот Тькичмай, он чего? Он как слоеный пирог. Здесь вот так вот. Вот все сплошные могильники. Какие? Вот. В Адмаграх, кстати, могилы. Ну, как бы, черкесская, в принципе, шапсугская тема какая. Старая могила. Должна природа забрать. Не надо ее утрогать. И вот они, как бы, их ограживают камушками, чтобы никто не трогал. Здесь прям, да, слоями идет. Многовековая история. Там даже есть в местной школе есть даже остатки средневекового керамического водопровода, который с горышем. Это вообще удивительно. То есть это такое развитое место было. Ну и, опять же, Шахе – это граница. Что могло больше, кажется? Шапсуге, Убухе. Ага. Хотя здесь, как бы, еще вот так возьми на много километров, да, и там смешано было. Ну, как правило, здесь уже, как бы, больше убыхски начинались. Потихонечку, там все больше и больше, там дальше в ту сторону. Ну, они никогда не… Ну, не было строгой границы. Они всегда вперемешку жили. Вот. Амела Кишма, здесь вот конюшня видна. Ну, про нее еще скажу. Здесь, собственно, отмечу… Ну, это, наверное, Мадина, конечно. Ну, тоже нетрадиционное платье. Это та же группа, та же. В общем, мы их поймали за такой удачном ракурсе. Красивого такого. Это она готовилась к выступлению. Золотое шитье, кстати. На сей пор есть мастерица, которая занимается этим в Бибережье. А Иванокова, вот, она русская, она написала книги прекрасные об этом. Она у нее дом, прям, вот, в Агапши. Вот. И у нее несколько выпусков книг было по поводу, вот, как раз, золотого шитья. Как это делать? Практически. Вот. Замечательные. И, действительно, там шьют и очень пользуются спросом. Вот, например, есть мастерица из Цыпки, Марина Курашинова. Так у нее в отборе нет, наверное, заказы эти. Хотя она шьет не только именно черкесские традиционные, разные. Но, говорит, заказы и будут постоянно. Хоть это не дешевое удовольствие, но все же. А это вот из Лазаревской, из их как раз-таки, центра, женщины, это музыка. Она играет на аккордеоне. И самое крутое, наверное, это Апапшина. Это я в Икатане видел. Апапшина, это вообще, уже ее почти не встретишь, это типа балалайки. Она такая прямоугольная. Там три струны и звук примерно углевает, получается. Настоящие, оригинальные, восстановленные. Вот они играют на праздниках. У них хорошо, у них с музыкантами повезло, что есть и на гаморе, и на хачичу. Играют. Единственное, я не заметил в них… Шикапшина? Шикапшина. Шикапшина? Шикапшина. Шикапшина же такая, своеобразная, что есть, если ты… Так, как ты думаешь, протянешь, например, с этой музыкой, да? Это, вот, более такие активные вещи. Ну, и, наверное, все знают Замадина Гучи, который, собственно, восстановил из небудея, по сути, Шикапшина, и теперь уже учится, наверное, уже в несколько поколений специалистов, музыкантов. Здесь у нас что? Здесь девушка, девочка, точнее, это тоже Лазовский центр. Это у нас из самых маленьких групп. Елиса от Ханкукова. Ну, и здесь, как бы, хотелось отметить то же самое, что я уже говорил, что социализация. Танцуешь, ты приходишь на свадьбы, приходишь там на какие-то праздники, танцуешь и знакомишься. Даже вот эти виды танцев разные. Где-то танец такой групповой, где-то танец, где специально можно больше в паре, пообщаться, познакомиться. Поэтому танец имеет мощнейшее значение вообще в культуре. Мудрик Тешев. Очень интересный мужчина. Болец. Здесь старейший на углу Ашхафита. Общественник, который вот стоял у истоков, вообще, вот этих разговоров про их автономный район, когда они пытались в 90-х годах получить его. Написал много книг интересных таких. Сейчас вот готовит про одного из деятелей, Юсуфа Невуча. Это был такой оппонент Шакурата, когда они создавали еще такую автономию адыгейскую. Вот он хотел, чтобы в нее вошли во все. И Абширонский район, и Абширонский район, и Тамани. Там много прям. Большую такую участию. Да. Но они там не поделились что-то. В итоге Юсуфа Невуча в ссылку правильно погибли. Но вот его, говорят, родственники в Турции обвиняют в аккуратах. Хотя таких примеров, как бы, свидетельствуют. Ну, и Юсуфского района историю хорошо знают. Всех этих свидетелей опрашивал. Он живет вот как раз в Шакурате. Вот такая большая семья. Достаточно активная. Интересно. 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 Они за него там прям вот горой стоят. И здесь что интересно? Ну, тут я не буду, наверное, рассказывать подробно. Абдега Хамзе? Ну, все понимают, что это такое, я думаю. И, собственно, уважение к старшему, какое в обществе было, что старшему – все. Есть даже поговорка, по-моему, из Хаджико, что когда в советское время вот это вот правило моралитики рушились, эти тракционные, было такое, что молодой подошел к старшему и выбросил у него сигарету. Ну, типа, дай закурить, дед. А тот ему, говорит, отдал всю пачку и сказал, что я больше не буду курить. Потому что если эта привычка привела к тому, что меня так не уважают младшие, то я, говорит, не хочу не иметь ничего с этим. То есть настолько вот это было сильно мощно, это развлечение ролей в обществе. И чем интересен еще Младима, он, вот смотрите, допустим, да, это традиционный костюм, в принципе, но это парадный черкес. То есть газыри, да, серебряные. Вообще, все такие носят. Кинжал, пояс. Пояс, кстати, да, что-то точило, да, там, ножичек заточить нужно или что-то такое. Ну, из оригинальной. А сейчас, конечно, серебро – это уже украшение. Так вот, газыри в оригинальной черкесской их не такие, конечно, это тряпочки. Чтобы легче было достану. Да, то есть там заряд, там, значит, не порох, промасленная тряпочка, порох, пыш, там все. То есть готовый заряд, жужье не постреляет сразу. Поэтому газыри. Газыри готовы. Спасибо.